С победой вас, конечно. Сергей Шустик, который здесь выступал перед вами, сказал, что он ожидал худшего от первой игры сезона. Чего ожидали вы? Комментарий по мальчику. Что я ожидал. Он говорил о содержании игры, ожидал худшего. С его точки зрения получился лучше, хотя результатом он не доволен. Ваша команда стала для меня достаточным откровением. Если смотреть на турнир, на таблицу прошедшего чемпионата, то вы были где-то внизу. На самом деле команда достаточно серьезная. Может быть, это, конечно, домашняя игра, первая игра, но ребята ваши играли с хорошим желанием. Мы в какой-то момент ни в чем не уступали, а потом после забитого гола стали немножечко играть на удержание, на удержание, на паузах, на каких-то на паузах при вводе мяча. Что-то получалось, что-то не получалось. Я думаю, что больше, наверное, сегодня не получалось в атаке. А в обороне получалось сдерживать хозяев. Понятно было, что хотели выиграть. И в Москве тут очень много зрителей пришло, и футбольных таких специалистов. А ты ровня? А ты ровня? Ну, почему? Ну, именно тут зрители все состоят из футбольных специалистов, которые приезжают на каждую игру и отсматривают, что в судейском корпусе, что в плане футболистов очень много. Людей, которые помогают в футболисте. Тяжелая первая победа. Опять же повторюсь, все сейчас в равных условиях. Вы и новичков просматриваете. У нас четыре человека, новички в команде, которые с листа играют. Этот летний период для этой заявки, он достаточно длинный, кажется. Но играть нужно сразу. Нужно сразу. Поэтому, я думаю, сейчас все они приблизительно одинаковые такие. Не сыграны еще команды. Я думаю, что и вы добавите, и мы добавим в игре. Ну, команда добротная. Понравилось. У вас уже готов список из 25 игроков, которых можно заявить? Или вы будете пока активно работать? Никакой активности у нас уже нету. У нас готов список из 23 игроков. И два человека у нас возможно пополнить нас. Но это опять же все ограничено. Мы имеем ограниченные возможности. Если сможем кого-то убедить, то приедут игроки. Если нет, то, возможно, останемся 23 играть. Ну, в целом, вы уверены смотрят в будущее? Даже с учетом ограниченных возможностей? Уверены мы смотрим в будущее. Но что нам бояться? У нас есть коллектив, есть костяк, который уже давно друг друга знает. Новички вливаются. Нужно просто время для притерки. Я думаю, что дальше будет лучше. Хуже, потому что быть не может. Восьмое место прошлогоднее, оно не предел, мне считаю, не да? По-моему, восьмое? Да, да, да. У нас восьмое место. Давненько мы так низко не опускались в своей футбольной истории. Но я считаю, что мы определенного своего дна достигли. И теперь нам надо просто от этого дна оттолкнуться. Не вверх. Ну, каких-то конкретных задач, да, там, третьих, пятых, там, вторых, там, мы не ставим, тем более первых. Потому что, мне кажется, это какая-то шутка, да, если ставить задачи, занимать пятое место, там, в втором дне. Евгений Евгеньевич, вопрос такого плана. Последний раз вы возглавляли команду в официальный матч в одиннадцатом году. Четыре года спустя, ваши ощущения? Мои ощущения, ну, не знаю. Хочется сделать что-то хорошее, хочется хорошую команду создать, да, в соответствии с сегодняшними требованиями футбола, да. Игроки для этого нужны и возможности, но для этого нужны финансовые. И если все вот это так вот срастется, мое желание и наши возможности нашего города, области, нашего клуба, то можно в Владимире создать футбольную команду, добротную, которая славилась своей игрой последние годы. Вот. Вот с такими надеждами я вернулся в футбольную команду. Вот. Может быть не сейчас, может быть это постепенно, но я верю в это. Потому что у нас есть и стадион хороший, и натуральное поле. Я просто смотрю сейчас по географии, с какой молниеносностью исчезают натуральные травяные поля. Мне становится просто страшно для сегодняшних футболистов, да. Колени искусственных полей, колени футболистов на искусственных полях, да, в нашей стране просто взяли и выкорчевали все натуральные поля. Мы в этом плане особняками держимся, и поэтому двойне приятно у Владимира работать на таком натуральном поле и на стадионе таком. Завтра матч 1-й, 256-й, в других городах. За кем больше будете следить? За Иванова, соперником по чемпионату, или за Домодедова, Строгинова, по Куко? Я думаю, больше надо следить за Иванова, потому что зачем через голову прыгать, там, возможный соперник Домодедова или Строгинова. Следующая игра у нас Иванова. То есть, вот это надо планомерно. Сейчас сыграли, смотрим Иванова, готовимся к Иванову. Сыграем с Иванова, будем готовиться дальше. То есть, есть конкретная игра, нет каких-то конкретных планов, да, и покупку, и нет конкретных планов, возможно, по чемпионату. Есть конкретная задача, да, в каждой игре, стараться на победу, стараться на хороший футбол, на красивый. Поэтому вся подготовка теперь будет к Иванову только. Вы поедете? Кто? Вы. А почему не поедете? Нет, поедете на Кубок завтра. А, смотреть Иванова? Да нет, сейчас такие возможности в интернете, что нет. Да я их видел недавно, Иванова. Думаю, ничего нового я не увижу. Я думаю, больше внимания своим игрокам уделить. У нас еще немножко тут дел надо доделать, и Владимир. И ладно, понятно. Ну вот, так что, спасибо. Хорошо, спасибо, спасибо. Спасибо, у нас победа. Удачи. Спасибо.